В фестивале приняло участие 1700 человек, и это участники, гости и организаторы. Они показали нам 126 концертных номеров, а онлайн-трансляцию первого конкурсного дня посмотрело аж 800 человек. Все это я узнала из свежих газет. Они обновляются каждый день. Интересно, кто все это создает? О, может, вы мне поможете? С удовольствием. Пойдем, покажем. Покажите, что вы сегодня на снимании. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, у вас здесь всегда так динамично? Да, с самого первого дня фестиваля. Здесь каждый день делаются газеты-дневник фестиваля. Вот так ведется прямая онлайн-трансляция всех конкурсов и концертов фестиваля. Благодаря этому факел может увидеть весь мир. Я знаю, что 26 участников отказывало свой день рождения на фестивале. И сейчас мы пообщаемся с одной из них. Привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Что тебе больше всего понравилось на факеле? То, что здесь можно показать себя, познакомиться с новыми людьми. Здесь дружеская атмосфера. Здесь просто хорошо. У меня такое ощущение, что если сделать больше стран, больше интернациональным это делать, то это может вырасти прям до каких-то... Не будем, да, заглядывать, это было бы очень интересно. Как настроение? Как фестиваль? Все супер, нам очень нравится атмосфера, творчество. Можете что-нибудь показать? Конечно. Да, конечно. Я узнала, что одна из самых больших делегаций – это «Газпром Добыча Уренгой». Давайте с ними пообщаемся и узнаем, как у них дела. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Как для вас пришел факел? Много эмоций, буря эмоций, потому что сейчас только прошла церемония награждения, и мы очень волновались. Мы достойно выступили. Приятно, что и другие наши коллеги, наши участники факела тоже заняли достойные места. Привет, поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Долго ты готовилась к своему выступлению? Готовилась долго. Само волнение было ужасное. Я каждый раз себе снимала дрожь, страх. С чем ты выступала? Я выступала с русской народной песней Белогородской области, а это Наташа. Раз, Наташа, белый цвет. Каждый участник во время фестиваля мог заниматься любым видом творчества. Песнями, танцами, рисованием. Я, например, свое свободное время проводила с художниками. На памяти фестиваля у меня останется вот такая картина. А сейчас номер «Валенки». Мне очень понравилось, что используются такие номинации, как битбокс, битбокс из флейта. Это очень сложное направление. Были достойные ребята. Надеюсь, на следующий год они будут супер-супер-супер. Главным событием дня стало закрытие фестиваля. На галоконцерте участники показали свои лучшие номера. Вот такой яркий и светлый получился факел 2017 года в городе Сочи. Если честно, немного грустно, что он закончился. Но многие нашли себе новых друзей и обещали встретиться на следующем факеле. С вами была Маша. Пока-пока.